Паралий как многолюдно становится. Посмотрите, уже установлены навесы. Водичка отличная. Для меня это шикарная вода. Вот так выглядит у нас весна. Вы видите, зима. 22,4. Видно подготовление дома к сносу. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе Крохте-Анапа. Сегодня вас приглашаю на просмотр изменений на строительстве новой набережды. Так что давайте с краешку заглянем, посмотрим, что происходит в Ореховой роще. Все больше высаживают разнообразных деревьев. Все больше идет благоустройство. Ну и работу, в принципе, видно. Очень надеемся, что успеют ее запустить непосредственно к лету. Мы этого все очень сильно ждем. Так выглядит сейчас строительство набережной. Идет выборка грунта под ноль, чтобы уже подойти именно к тем высотам, которые будут изначально подготовить их под заливку бетона. Домик к ровлю сняли. Отсюда вижу, что ближе подойдем, что там будем разбираться. Представьте, насколько будут углубляться. Там, я так понимаю, как раз нулевые отметочки. Тут тоже как бы пас носили всю территорию. Но вот до сюда эта глубина должна дойти. Единственное непонятно, почему такой брус расставили. В дальнейшем будем разбираться. Как говорится, на это все смотреть. Наш народ не победит. Смотрите, сидят на обрывчике под новой набережной. Что-то выпивают, закат смотрят. С котиком самое главное. Отсюда вид, насколько сильно заглубляется эта территория. Вот это, я так понимаю, уже нулевые отметочки. Здесь стоит трактор, который как раз-таки делает всю работу самую важную по сносу. И тут дальше уже посмотрите, какой слой грунта был снят. Ждет машинку, которая приедет под загрузку. На закате трактор очень красиво смотрится. Теперь уже можно оценить масштаб будущей набережной. Посмотрите, какая она широченная должна быть. Здесь вехи от геодезистов стоят. И все прямиком идет на этот дом. Тут она должна будет немножко даже, наверное, поворачивать. Вот такая панорама в обратную сторону. Здесь, кстати, еще не настолько сильно сняли, как мы вначале смотрели грунты. Думаю, что в дальнейшем уйдет все гораздо ниже. И тут видно подготовление дома к сносу. Точнее, его передней части, которая как раз-таки и попадает на эту набережную. Уже частично знали утеплитель. И смотрю, что там сделали распил, пропил, чтобы при сносе дом не потянул весь остальной фундамент. Заборы поснимали тоже все конструкции, которые на нем были. Остался только бетон. Ну и здесь. Какие изменения в бассейне. А вот, смотрите, его видно. Распилили. Здесь тоже стена пропилена. Кровля снята. То есть вот поэтому распилы будет ломаться этот дом. Также на противоположной стене мы видим распил стены. То есть вот эта часть обломается. Сколько метров? По три, наверное, четыре бассейна точно уйдет в небытие. Но потом там следующая конструкция дома. Она, кстати, тоже уже пропилена. Сбоку можно увидеть. Работы производятся. И подготовка к сносам идет. Но там дальше за этим домом еще строения находятся. Там тоже интересно. Работа, кстати, по благоустройству дома продолжается. Там кровички ребята лазают. Тут тоже, видите, полностью. Распил сделан до основания фундамента. Пропилили. То есть его просто как коробку обломают и уберут. А вот вехи стоят. По которым и будет сноситься, и убираться грунты. Все. И до вот этой стены с колючей первой облакой. Здесь вообще территория горгаза. Там целый дом попадает. По идее, под снос. Видите, кровищки по кровле ходят. Такие ветра это довольно-таки опасно. Вид. Трактор набережная должна будет пройти именно здесь. Пару лет и обещали, мы будем здесь гулять с вами. Без всяких, так сказать, припонов и вмешательств. То есть вот это все тоже будет убираться. Но сами геодезисты, когда я с ними общался, говорили, что вот эта дача же, более интересные дома будут. Вот эти колючие проволоки вдоль берега моря. И тропинка, по которой здесь прогуливаются люди. И спуск вниз идет. То есть, наверное, этот спуск уйдет в небытие. Хотя можно было бы благоустроить тоже, сделать еще один спуск к морю. Чем больше спусков, тем больше популярнее пляжи. Строение гаражей, это еще советские постройки. В принципе, получается, только вот эти вот здания мешают. Дальше территория пустая у горгаза. И там, собственно, препятствий не будет. Еще один дворец за ним сразу стоит. Ничего построено не было. Хотя, может, что-то планировали. Потому что тут вот вода кипит на участке. А тут уже набережную отбили. Тоже, как она пройдет. То есть, они готовы к тому, что эту территорию заберут. Дальше за этим строением. Здесь, сколько, наверное, метра четыре с половиной забор. С колючей проволокой сверху. И тут вообще были все люди отодвинуты дальше. Вот этого сноса мы тоже будем очень сильно ждать. Так как здесь, смотрите, какая качель у кого-то. Зданий, в принципе, нет на этой первой береговой надладачи. Там благоустройство такое конкретное сделано. В общем, тоже должно будет все это под снос пойти. И, представьте, люди не имели возможности здесь вообще даже прогуливаться. Только вот так вот снизу. А теперь перед нами, говорится, все дороги будут открыты. Красота, да и только. Вот обзорчик вам на закате. Здесь, возле кирпичного дома, это бурильная такая установочка. Они делают сваи под новый забор, чтобы сразу забор ставить по кадастру. А не делать вот такие, как сейчас. Здесь мы видим самозахваты. Видите? Эти самые вешки. И по ним будут делать новый забор, новая портпорная стеночка. Собственно, здесь тоже сопротивляться новой набережной не собираются. Какая-то невероятная история. Просто бац, и начали делать. Так как мы об этом мечтали. Подъезжает КамАЗ. И сразу же трактор готов уже грузить. Грунт непосредственно в кузов. И работа началась. Представьте, в скором времени мы гуляем по той части, где сейчас идет строительство. Будем наблюдать вот такую же красоту. Сможем приходить, садиться на лавочки, смотреть на море. Закат, будут велодорожки, прогулочные зоны, белые балясинки. Это все будет в едином архитектурном стиле. Поэтому, если артесов снесут и соединят два этих места, будет еще лучше, будет еще интереснее. Пишите обязательно в комментариях, вы за или нет. Ну, а также ждем открытия Ореховой рощи в скором времени, чтобы через нее можно было проходить к этой красоте. Посмотрите, сколько людей. Это говорит о востребованности этих мест. Потому что гулять тут одно удовольствие. Гостей приводить, фотосессии проводить. То есть, как визитная карточка города Анапа. Скорее бы зелень еще. Это вся наросла, распустилась. И вот еще красивее. Тут потихонечку солнышко убегает. Мы дошли до стеклянной набережной возле шатра. Сегодня ветер. Тут никто не сидит, не отдыхает. Что-то в своем заведении тоже пустота. Вид на наше любимое море и побережье. В ту сторону, раз таки, еще и Анапский маяк находится. Солнышко можно говорить. Давай, до свидания. Сегодня, в большом сожалению, оно быстро от нас скрылось. Вот еще один спуск трудящихся. Туда дальше мы видим Тургиневский спуск. Кстати, интересно, не пострадал он после прошлого. Торма. И тоже вид на солнышко, на море. Прекрасим. Продолжаем нашу прогулочку Анапу. Мы с вами самый важный момент строительства новой набережной посмотрели. А теперь я вас приглашаю отправиться в поселок Витязева. На градуснике у нас 17 градусов, на 11.33. А завтра будет еще жарче, друзья мои. Прогуляемся, посмотрим что-то нового. Нас еще Артурчик ждет в гости. Пробочки, ребятки, уже существуют. Посмотрите, какую красоту на кольце россиянки у нас сделал наш Зеленстрой. Вообще фантастика. Какие цвета яркие. Очень классно смотрится. Здесь у нас строительство ЖК Песчанова идет. На границе Анапы по трассе, в Санкеропольском шоссе. Снесли полностью наполнение старой стен. Сделают новое. И во всю эту продажу. Далее у нас Ле Прайм Сёрф Ресорт тоже ведет строительство. А за ним целое поле раскатывают. Я как-то в одном из видео подбежал, показывал вам. В общем, тотальная застройка Анапы продолжается. Но в данном случае Джима Тен. В районе ЖД с правой стороны перекладывают коммуникации. Еще раньше отопление. Сейчас, наверное, его просто обновляют. Увеличивают мощность. С левой стороны уже вокруг лучей устанавливают высоченный забор. Там работает техника. Ну и, в принципе, все то поле, которое у нас находится в Джима Тен было раньше вовремя. Видно, что готовят к тотальной застройке. С правой стороны пока еще никаких движений нет. Потому что здесь у нас идет конкурс на строительство автовокзала нового для Анапы. Ну и сам район ЖД пока не населен людьми. Потому что не так уж и много вас к нам приезжает. Здесь у нас улица Железнодорожная. С левой стороны уже все деревья одеваются в белые наряды. А тут я сейчас увидел и обомлел. Тоже началась какая-то стройка. Завозит грунт. Неужели и сельхозполя вот эти тоже пойдут под застройку полностью? Ну, как говорится, тут стоило только подождать. Еще какой-то комплекс, скорее всего, будет появляться. Видим уже большое скопление машин. Представьте, ребятки, еще даже не лето. Не спасает нас, большому сожалению, объездная вокруг Анапы. И в саму Анапу въезжает огромное количество транспортных средств. А здесь светофор. Это будет просто самоубийство для поезда к Витязево. Сегодня мне везет. Я думаю, за два раза я его проскочу. А так пробки здесь нам обеспечены. Так это сейчас единственный въезд в наш поселок. Потому что тот, который от аэропорта, перекрыт до лета. Надеюсь, что успеют. Потому что многие, кто ходили, говорят, что объем работы слишком большой. И могут не успеть. Ну, крестим пальчики. Иначе здесь просто будет катастрофа. По пьяной объездной дороге у нас прокладывают какие-то коммуникации новые. Вот смотрите, какая красота с обоих сторон. Белоснежные деревья. Мои подписчики спрашивают, где в районе Кавказа появилась пятерочка. Ну, вот мы поворачиваем по пьяной дороге с подковы. И с правой стороны здесь у нас пятерочка. Ну, а дальше вы видите ЖК Кавказ. То есть, в принципе, она стала как минимум ближе, чем та, которая находится на котельной Витязево. То есть, сетевой магазинчик к вам приблизился. Тут тоже у нас очень красивые белоснежные деревья вдоль всей дороги. Люблю с них иногда сливки покушать. Так, это что-то машина начинает исполнять. В правой стороне мы сейчас с вами увидим выборку грунта, который так и продолжается на месте строительства будущих апартаментов. Такие прям горы песка мы видим. И тут день и ночь работает техника, вывозя его, собственно, отсюда. Посмотрим, конечно, как это будет выглядеть в дальнейшем. Но площадку уже разгородили невероятно большую. Уже устанавливают забор вокруг этой стройки. И, наконец-то, этот тоннар у нас уходит с дороги. Мы из-за него очень долго на перекрестке простояли, потому что он двигается медленно. Ну, вот, собственно, уже в ноль выходит. Видите, трактор выравнивает грунт, делают подсыпку, чтобы сюда можно было заезжать лучше. Ну, а дальше, видите, зима. Район ЖК Солнечный. Здесь у нас самый опасный перекресток, ребят. Всегда смотрите на знаки, потому что многие их игнорируют. Главная дорога здесь у нас на Пионерский проспект уходит. И пропускайте все машины, которые двигаются оттуда. Здесь, на территории бывшего лагеря «Жемчужная Россия», продолжается строительство. Может быть, этот комплекс так, как фиолета, отнесут. А может быть, будет какое-то новое здание. Но уже постепенно «Мираклион» запускает свои мощности. И с 1 апреля туда ожидаются заезды. Здравствуй, любимый наш поселочек. 21 градус, 12.48, свои все встречи провел. Сейчас пойдем на прогулочку с эфиром и с Артуриком. Привет, дорогой. Всем солнечный привет. Известись за его, ребята. Посмотрите на нас. Мы в маечках, под солнцем. И отсюда будем начинать нашу прогулку в сторону параллея. Говорить о том, что здесь у нас везде зелень, одуванчики. Ну и мусор встречается. Выкидывают люди. Хотя мусорки нет-нет, тут встречаются. И возле Пятерочки есть, и возле Пандока тоже присутствуют. Здесь мы видим фиолета. У них уже бассейнчик готов к запуску с голубой водичкой. Еще буквально две недельки назад мы проходили, была зеленая, мутная. Уже подготавливают. Вот-вот будут заезжать люди. Уже в Ловенпике есть люди. Уже три корпуса в городе мира работают. И скоро я буду тоже где-то здесь работать с понедельника. Еще все-таки поближе подойти. Уже шезлонги вынесли. Бассейн выигрыв, конечно, очень привлекательно. Вот это рядом, конечно, стройка. Совсем не привлекательная. Что-то на ней работы замерли. Не вижу большого количества строителей. Может быть, и остановят строительство, чтобы не мешать другим отдыхать. Но надо как-то это баннерами закрыть, потому что вид, конечно, портит. 22,4. Ну что, именно отсюда мы начинаем нашу прогулочку. Трансляция запущена, ребята. Надеюсь, вы в прямом эфире тоже участвуете. Ссылки на трансляции есть в нашем телеграм-канале. В общем доступе их нет. Чтобы они не забивали канал. Потому что там много разговоров. И, возможно, кому-то это не особо нравится. Тем более, сейчас они у нас проходят в вертикальном формате. Все. Пойдем смотреть, как Витя живет. Красота. Какой кайф. Посмотрите, как цветы и зелень уже на дереве смотрятся. Аромат какой здесь стоит. Просто вау. Это прям напротив пятерочки, которые здесь находятся, ребятки. Здесь везде можно прям к зелени припадать. Посмотрите, не спори, какие они красивые. Вот эти, честно, не знаю, как называются. Но тоже выглядят красивые. Плюс по ним уже пчелки летают. Такие поляночки у нас. Выгиньте, сажали, сажали мы тут растения. Осталось вот 30. А, просто бабушка с пакетом шла. Думаешь, что она? Ну, по крайней мере. Похоже было. Только что выкопали. Короче, прям перед нами свежая земля. Вот это люди. Я в шоке просто. Дома у них лучше расти будет. На горького возле отелей. Это вот у нас улица Лазурная, кстати. Пока машин нету. Летний период здесь все, как грибами машинами увешано. Бывшего аквамарина. Можно увидеть поляночку цветов. И уже плакучая ива покрывается зеленью. Вот так выглядит у нас весна. Видите, зела. Это улица Война-Шимбелиди. С правой стороны гостиницу раза три снимал. На обзоре есть у нас. И дальше у нас есть КБ по горького. Здесь на кустах тоже уже можно увидеть зелень. Это не вечно зеленые. Зелень только появляется на них. Здесь на зиму у нас имеется банкомат. Тоже такая горочка. Писка благоустроена. Все кустики подстригли. Они чистота, красота. У них возле территории. И доходим до пресечения с улицы Короткий. Фонтан пока на зиму не работает. Те, кто любит приезжать в Витязево. Здесь возле горького 6321. Туда вовнутрь. Мама Джанника обычно жарит чебуреки. А тут девчули танцуют. У нас уже в маечках. Красота. Здесь у нас новые коммуникации прокладываются, друзья. Туда дальше у нас еще один магнит. Магнит-косметик. Ну а мы будем сюда спускаться вниз. До Южного проспекта. Смотрите, бульвар Шардоне. Мы с вами видим, как здесь будут проводить восстановление этого плиточного покрова, который был уничтожен еще два года назад. И благодарим хозяев этого гостевого дома, Екатерина, за то, что они будут устраивать эту территорию. Чтобы нам было комфортно и удобно здесь передвигаться. Слушайте, город мира начал работать. Сюда видим очень много людей. Парковка почти забита. Три корпуса, как я говорил ранее, работают. И здесь у нас тоже красота цветочная. Здесь на Южном кольце у нас тоже ива плакучая зеленеет. Людей здесь немного гуляет, но они есть. Витязь зева живая только когда приезжаете вы, ребятки. Потому что население у нас небольшое. И не все любят прогуливаться в эту сторону. С Южного кольца опускаемся на улицу Светлая. Видим, тут занимаются люди подготовкой к зелени, к сезону. В принципе, все на первый взгляд чистенько, хорошо и приятно. Ну и куча гостиниц замерзшие. В ожидании того, когда вы сюда все приедете. Давайте, быстрее, ребятки. Начинаем сезон с правой стороны. Марсель, гостевой дом и столовая. Наша знаменитая столовая, потому что ее очень многие хвалят. Посмотрите, нарциссы, розы уже покрытые листочками. Ждем первых бутончиков. Возможно, уже в этом году этот корпус заработает. Еще перил не хватает. И подсветки в прошлом году. Ой! Очень неприятно, брат. Воткнулся в столб сзади. Прямо, ну, сдержался эфир. Еще такого не сказал. Бригантина. Кстати, вывеску свою сняли. Почему-то, наверное, ремонтировать будут территория. Тоже у них там подготавливается к сезону. И здесь новое строительство идет. Что-то еще добавляют. Это гонек детский лагерь. Должен быть детский корпус. По крайней мере, мне это хозяева писали. Березы начинают выпускать свои листья. Я знаю, что очень многие аллергики к нам приезжают. И сейчас посмотрите, в каком состоянии находятся именно сережки. То есть они уже появились. Лица серебряно-знойная. И здесь мы доходим до нашей прекрасной тоже прогулочной зоны. Которую несколько лет назад тут организовали. На которой у нас есть и фонтан. И много фудкортов. И люди ее очень сильно пользуются. До самого вечера здесь идут всякие мероприятия, развлечения. С детьми можно посидеть. В общем, очень классно. По стороне здесь ребята нас раками угощали. Впереди хинкальная находилась вкусная. В том году летом появился здесь навес. Чтобы солнце не пекло. И фонтан посередине. Ждем, когда запустится. Сказали только, что нам где-то с 10 мая начнется тут уже движуха. Но работать все начинать должно уже с первого. Но в первую очередь зависит все именно от того, когда вы приедете. Я думаю, эта улочка знакома очень многим людям, которые часто приезжают к нам в Витязево. Улица барханная, тоже с большим количеством отелей. Вот чего не хватает на улицах, это больше прогулочных зон, зелени и лавочек. Ну и мусорок возле каждой гостиницы. Ведь могут они себе это позволить, но почему-то не делают. Как-то сервис действительно нас немножко пока подкачивает. Надеюсь, что мы донесем эту мысль до всех гостиничных точек всяких разных предпринимателей. И будет хорошо все для людей реализовано. Здесь перед аквапарком Олимпия, Витязевским нашим. Тут, кстати, проход имеется в виду. Имеется на параллели, если пройти мимо него. Идет строительство нового какого-то павильона. Либо это будет, как сказать, там кафе. А сюда будут люди приходить покушать. В общем, вот так меняется эта территория. Здесь с левой стороны, перед Виталией, республикой, очень много уже раскрылось листиков на плакучих ивах. Прям такой зеленый смотрится эта территория. И мы выходим уже на наши дюны. Здесь у нас уже, можно сказать, по традиции расчищали проход к морю. Освобождались заборы от насыпи песка. Здесь могу сказать их оправдание, что в этом году они делали его, не наезжая на деревья, которые стоят с правой стороны. Все потому, что здесь не дали особо ставить торговые точки в прошлом сезоне. Поэтому расширять его до безумных размеров не имеет смысла. Ну, вот такие, допустим, варианты прохода, когда просто песок без растений чуть-чуть раздвинули. Но они шок не вызывают. Но все равно это тоже не полезно для наших песчаных дюн. Но хотя бы так, а не когда подрезаются шире, чтобы больше торговых точек поставить. Мы выходим на пляж. Здесь немножечко прохладнее становится за счет того, что море ближе. У моря сейчас температура, по крайней мере, с утра была 12 градусов. Людей, ну, прям много. То есть для нашего Витязева это, можно сказать, столпотворение. Скажете, что тут 10 человек насчитал? Но даже эти 10 человек, это действительно большое количество. Здесь мы можем увидеть, как раз девушка только с моря вышла в купальники. Здравствуйте! Как водичка? Можете нам сказать? Водичка отличная. Для меня это шикарная вода. А сколько? Не знаю, как. Сколько по времени купались? Ой, да я немножко. Я так вот еще пробую. Не сойти, но пробую уже. А на воздух выходите быстро согреваетесь? Ну, вообще не одевалась. То есть тепло хорошо? Да. Ну, тогда скажите, приезжайте купаться к нам в воду. Уже пора. Все, друзья, видите, сезон начался. Мусор, конечно, немножко разочаровывает, но я уверен, что в ближайшее время здесь порядки наведут. Потому что мешки уже стоят. Это классно. Возле моря температура воздуха 18,3 показывает. Сейчас узнаем температуру моря. Замеряющий у нас сегодня Артурчик в такой красивой позе это делает. Ну, пока глянем панорамку пляжика. Насколько он у нас широченный, прекрасный, с дюнами. Особенно в летнее время еще и зеленый пляж. Видите, зила смотришь и душа радуется. Ну, а женщина пошла еще раз купаться в море. Красота. Видите, сколько погибших крабов выкинуло. Жалко. Короче, Артур намерил 16 градусов, ребята. Это шок-контент. Слушайте, это какой-то трещ-контент. Еще одна куча крабов. Вообще жуткая жуть. Говорит, вот смотрите, оттуда идет очень вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая погибшая птица прям подряд. Уф, что-то это тоже мне не нравится. Ну, вот это прям новости. Здесь начали завоз и установку уже аэрариев на пляже Витязева. Тут только доски завезли, а туда дальше уже вовсе устанавливают. Сейчас вам это все покажу. Тут тоже у нас раскапывают пирс потихонечку. Тихонечку. Это правая часть именно пляжа Витязева. Здесь мужчина пришел на рыбалку, но пока, говорит, никого не поймал. Какое море сильно прекрасное просто. Тут уже много чего наоткопали. Ну, вот это, конечно, вау. Эффект. День добрый. Посмотрите, уже установлены навесы. Мне вот кажется, в этом году... Ну, мне это радует события, потому что пляжи будут уже похожи на те, которые были раньше. Единственное, конечно, расстояние от берега до аэрариев пока вопрос. Ну, берег обычно дальше находится. Посмотрим, как будет. Я думаю, что выставляют именно по тем зонам, как и в прошлом году были. Если пляж не изменится, то, думаю, их будут отодвигать чуть-чуть. Но сейчас, я думаю, эта картинка вас тоже должна радовать, что пляжи оживают постепенно и приобретать будут тот вид, к которому вы привыкли. Друзья, мы отошли немножко от моря. Море сейчас как холодильник работает. И здесь прям гораздо жарче. Артурчик жалуется, что у него уже лысина потеет. Но эта панорама на подходе непосредственно к самой Паралии. Очень радует количество людей. И то, что здесь, в принципе, тоже чисто. И больше всего меня радует, что мы здесь жителями и предпринимателями Витязева наводили порядки после шторма века еще. Пляжи готовят, а саму Паралию пока от песка не начинали очищать. Здесь наша арочная конструкция, знакомая многим нашим отдыхающим, кто гулял по Паралии, выходил на пляжи. И посмотрите, что с правой стороны песка много, что с левой стороны под навесами. В общем, такая какая красота. Но в скором времени, я думаю, и тут начнутся уборки и расчистки этих территорий. Почему гостевого дома пляж окончательно снесли все навесы? И пока вот непонятный такой заборчик здесь организован. Конечно, вид на Паралии он портит. Видим, с левой стороны люди начинают подготавливать свои торговые площади к сезону. Тоже выходят. Но пока открытых павильонов не видно. Смотрите, отсюда начинаются зеленые деревья. А до сюда прям все желтенькие стоят. Жалко сосенки. Будем надеяться, может, они все-таки выживут. Потому что они являются действительно украшением этих. Нет, с правой стороны у нас находится аквапарк поселка Витязел, который мы проходили перед выходом на улицу Светлая. Это все это Паралии. Он как раз-таки расположен. Здесь у нас тоже идет подготовка павильонов. Что-то долбит, что-то красят. В общем, во всю ремонтную работу. Приятно видеть, что загодишь все делать, чтобы потом в сезон это не трассить, не пилить. А люди уже гуляли, говорится, по подготовленным маршрутам. Здесь и дети, и девушки шампанское понесли на пляж. Здесь у нас розари, но тоже еще роз нет. Только листики и адванчики под розами. Пальмы уже радуют взгляд. Конструкции тут разобраны. С левой стороны у нас дюны находятся под пансионат. И пальмы, как всегда, пережили зиму. Значит, в летний период будут вас радовать своими красивыми листочками. Вы будете возле них делать фотографии. Они вас тоже ждут в гости. Приезжайте уже скорее. Мы дошли до Серебряно-Занойной улицы. Здесь у нас Орион. Немножко у меня потрепало, конечно. Надписи. С левой стороны у нас, говорят, здесь Ростикс может появиться на месте рваных парусов. Будем следить за этой информацией. Но пока цвета совсем другие появляются. Может быть, это недостоверно. И тут тоже пока все замерло. Тут, конечно, пальма более потрепана возле Ориона. Потому что их, в принципе, не укрывали. Слушайте, паралии как многолюдно становятся. Но, может быть, это наши местные люди пришли на прогулки. Тут тоже у нас готовят новые площади. Обновляют, точнее, перед сезоном. Там у нас Эмиральд находится. Здесь Итаки. И, собственно, паралия. На самом-то деле, все в ней хорошо. Тоже, видите, ребята и мусор убирают, чистят все. Лишь бы сезон пришел, а вы приехали к нам. Туда будет все у нас хорошо. Горгипи у нас есть на обзоре. Если что, смотрите на канале. А здесь вообще такая ядовито-зеленая, прям сочная зелень. Манящая, говорящая, приезжай. С правой стороны Люксор. И с левой стороны знаменитая кафе Встреча. Здесь у нас Меридян находится с правой стороны. Ну и тут пока еще все запаковано. То есть открытий пока не видим. Зато уже все почти зеленое. Пожалуйста, да, торговые точки. Но они всегда раньше всех открываются. И позже всех закрываются. То есть купить уже какие-то сувениры, нужные вещи для моря. Подарки для детей уже можно. Посмотрите, торговля идет уже. Красота. Собственно, так и должно быть. Покупателей набежало. Сезон попер. Сейчас все увидят и начнут торговые точки открывать. Давайте, ребята, хоть между собой будете общаться. Чего он тут один сидит? Здесь дальше попрали пока еще без изменений. Ну откуда-то доносятся звуки болгарки. Пока тут все в таком замерзшем состоянии. И, кстати, облака пересетые находят. То есть прогноз начинает потихоньку сбываться. Можно сейчас похолодать. Пока вот подачи от моря отошли. 22 градуса тепла. 4 градуса перепад между морем и, когда вы чуть подальше отходите. Погода наи шикарнейшая. Завтра говорят, что будет еще жарче. Кафе Причал. Кстати, пишите в комментариях, ребята, кому какое кафе и заведение витязело. Витязело нравится больше. Куда вы чаще ходили. Где танцевали, пели, ели, пили. Что вам понравилось больше всего. Чего бы хотели увидеть, витязело. Это все интересно. Здесь вот магазинчик тоже. Убрали навес длинный. И переделали по-другому. С левой стороны кафе Фрегат. Потом идет сыроварня и винодельня Вальма. Тут у нас единственное, что караоке-бар снесен. На новом месте пока ничего нет. И очень красиво оформляют бывшее кафе, нынешний Океанариум. То есть красота получается такая очень-очень сильная. По крайней мере, мне заходят. Я не знаю, разглядите ли вы на своих экранах. Здесь и крабы, и осьминоги. И другие морские гады. А в дальнейшем итоге, после работы художника, получится вот такое вот невероятно красивое панно. Просто вау-эффект. Потому что мурашек, ребятки. Как это круто смотрится. И вот таким вы оформлением сделали бы полностью всю параллель. Представляете? Идете, как это было бы красиво. Тебе как, Артур? Красиво. Хочется верить, что в этом году предприниматель, либо, может быть, администрация, починит вот эту букву В. Один сезон она отстояла. Уже неужели нет финансов у наших дорогих деятелей на то, чтобы сделать эту надпись снова красивой, привлекательной. Сколько людей сделали здесь фотографии и показали своим родственникам. Они у них спрашивают, а что так все беспонтово выглядит? Эта буква В даже отвалилась уже. Не знаю, что они на это отвечают, но по мне это прямо грустинка. В кафешечке на входе в параллель у нас работает Грека и Сифуд. Здесь частый кофеечек пьем. Ну, просто гуляем. Тут чувствуется, как будто атмосфера сезона еще идет. Какие ароматы Гироса, прямо шкущат захотелось. Ну, и здесь у нас есть возможность на улице посидеть. И внутри. Здесь гостиницы у нас пока также стоят пустые, но считанные месяцы, друзья, и начнет у нас все кипеть, бурлить и шевелиться еще больше. Ну, а здесь у нас Александрийский проезд направо. Гостевой дом Абсолют тоже есть на обзоре, впереди он стоит, большой такой. Парки аттракционов пока у нас запакованы заборами. Никаких таких грандиозных изменений, в принципе, мы не видим. Все ждет сезона. Уже он скоро. Тут у нас происходит подрезка деревьев. Больно, чтобы ветки лишние что ли не торчали. Здесь у нас спуск через улицу Роуз. Видимо, отсюда гостевой дом Род Роуз. С левой стороны Исидора. За этой гостиницей есть гостиница у нас на обзоре. Там, правда, прям целый комплекс я почти уже снял. Все гостевые дома. Тоже ребята уже начали подготовку к сезону. В общем, везде потихонечку начинает закипать работа. В такую погоду, я думаю, это прям хорошо. Вот они, красивые котики на вербе. Мы уже с другой стороны подошли к Южному кольцу. Это улица Роуз. Новый гостевой дом Ной находится. Ну, и здесь еще череда гостиниц. По правую сторону. Картинка очень классная. Голубое небо, все залито солнышком. Вот детки отдыхают в одной из гостиниц. За ними автобус приехал. Футболисты. На Горького у нас тут строительство детского садика происходит. Вечными темпами. Вот мужчина идет в шортах и в майке. Коротко о погоде в Анапе. Дорогие мои, надеюсь, что вам сегодняшний видеосюжет понравился. Был интересным, познавательным. Вы подпишитесь на канал. Ну, а также жду вас в комментариях. Не стесняйтесь, пишите. Я отвечаю абсолютно всем. Буду рад общению с вами. Ну, и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там постоянно на связи. В группах ВКонтакте. Буду очень рад вас видеть. И также в других соцсетях. От души крепко обнял. С вами был Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. Каждому ваш город. Ну, а сейчас возле дома плюс 17. Пересты и облака набежали. Какая погода сегодня. Какая погода будет завтра. Это просто фантастика. Ну, приходите к нам на трансляции. Гуляйте вместе с нами. И все увидите.